Девушки отдыхают 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 из зала, я бы подумала, что задымление и пожарная тревога, я бы тоже вышла. Второй момент был, мы украсили ее машину возле работы, и в этот момент подошел незнакомый человек, передал ей сюрприз, где была цифра. Потом гаишник. Потом гаишник нас остановил. Четвертый я оставил на потом, то есть самый последний момент. То есть у нас с друзьями было мероприятие, поехать на море погулять, покупаться. Знаете про потом, да? Лежит старый еврей, уже умирает седьмой день, собрались все родственники отовсюду, и уже приходят в комнату. Ну, на третий, на четвертый день уже все как-то повеселели немножко. Дедушка, привет. Их напекали. И вдруг тот умирающий дедушка чувствует запах из кухни рыбы. Зовет внучка и говорит, иди скажи бабуле, рыбки хочу. Внук прибегает, через минуту сказал, а бабушка сказала, рыбну потом. Нет, там идея была, чтобы она забыла. Так резко взгляд у меня вот так вот по комнате ходит, гуляет, и смотрю, тумбочка. А на тумбочке паспорт. Мне стало интересно всего лишь... Как не пошарится-то, конечно. Да, мне стало интересно... Даже если в тумбочке был паспорт. Не прописка, не наврал ли он мне, что он в Москве... Это прям розыщая, с бальзамом на душу. Она говорит, паспорт свареный! Ну, право, правильно. Стало интересно его фотография. Вот. То, что... Какой он был? Да, да, да. Восемнадцать, да. Ну, смена паспорта в двадцать. Ну, в общем, ладно. Взгляд я открываю. Взгляд у меня падает не на фото, а на год рождения. Познакомились мы с ним пятого сентября. А день рождения у него третий сентября тысяча девятьсот девяносто пятый. Девочка... Я в шоке! Духой мой! Ему исполнилось семнадцать. Едва избежала судимости. Ой, да. Моя девочка! Тут он возвращается с кухни, лезет целоваться. Я говорю, Дим, ты мне сказать ничего не хочешь? А умеет целоваться? Умеет. Ну, очень не только целоваться, а еще красиво ухаживать. Ну, и что? Я говорю, Дим, смотри. Обломала кайф пацану? Если только да, я прям все против тебя. Ну, короче. Говорю, видишь тумбочка? Он, да, и что? А на тумбочке паспорт. А в паспорте что? А в паспорте да, да. Потом говорю, тебе сколько лет ты говоришь? И, ну, извини, ну, просто, не знаю, я очень сильно... Ой, ну хорошо, ну, уже не тяни больше, господи, больше, ну, 18. В общем, я говорю. И что? Обломала пацана? И стала его... Нет, нет. А честно, в глаза, мальчик, бедный, ну, хотя бы из чистой страдания, не службу, как говорится, а в дружбу, чисто по-человечески. Ну, приласкала бы пацана-то. И он так прямо не со слезами, видать, плавка. Ну, то есть, да, кто вам на коленях, ну, давай я изменюсь. Ты же знаешь, что у меня, я соображаю намного лучше, чем наши. У меня рядом с собой будет год за три, я наверстаю за пять недель. Вот так вот. Ну, и, в общем, я его бросила. Я сказала, что давай друзья, и все. А тут дедушка 37 лет вдруг подвернулся, да? 34, да, 34. То есть проходит буквально два месяца. В принципе, ровно в два раза старше 17-летнего. Да, проходит два месяца, я на съемках, знакомлюсь с молодым человеком. На съемках каких? С мужчиной. На съемках фильма. А так работаю в Кремле официанткой. А поюте, я так поняла. Пою в кафе. Ну, который у Курского вокзала. Да. И что? И вот ему 34. Да, познакомились и как бы начали отношения. Но буквально через несколько дней я поняла, что в нем есть большой недостаток такой, который меня прям выбешивал, да? Он постоянно меня заставлял мыть руки. Вот постоянно. А где вы с руками-то копались, что руки мыть надо? А нет, это у него проблема. Возьму, покушаю, мыть руки. Дотронусь там, не знаю, до стола. Вот сейчас дотронусь. Иди мои руки. Переоденусь, макияж сделаю. Иди мои руки. Вот. Секс. Иди мои руки. Во время секса руки поверх одеяла. Поняла? Перед задцем. Обязательно мои руки. И? А тоже на сайте, да? Нет. На съемках. А зад ли ему вопрос-то? А, какой? Ну, что, мол, у тебя проблемы, давай сходим к врачу. Я ему говорю. А он? Что, слушай, Сереж, в общем, мне это как-то не устраивает. У меня руки, они чистые. Они могут скоро уже морщинками покрыться от частого мытья. Вот я и говорю. Так что извини, ты просто не мой идеал. Давай останемся с друзьями. Нет, а потом еще пришли в гости, где такие же старчи собрались. Да, да, да. В общем, был Новый год. И у них, так, знаете, встреча по интересам. Тазик стоит вместо вина. И они все, ну, давай, на перегонки. Кто быстрее намылит руки, кто быстрее помоет, да? Такая была пиромансия у вас. Ну, то есть... Мы отмечали Новый год. Он сказал, что Инна, ты не беспокойся. Там, конечно, будут друзья тоже твоего возраста. А мне 20 лет. Мы будем играть в больницу. Я буду хирургом. И, в общем, все будет нормально, хорошо. Я прихожу, и там его друзья, им всем далеко за 35. Я, о, господи. А в такую примету, что как встретишь Новый год, так его проведешь, я верю. Со старчими встретишься. Как-то не хотелось. Оливье, голубой огонек. Да, 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 да. И телевизор черно-белый. Дон, для пятистрастий рассказать. Куда это, у кого это черно-белый телевизор уже ему лет? Вечеринка тематическая была, просто вспомни, как в советские годы. Называется «Делай, как я, делай лучше нас». И он первый выбегает, мыть руки. Да. Ну и, в общем, вот, потом мы поехали на салют. И затем мне звонят ребята со съемок. И там у него через спазмы, потому что ни одного рукомоя никак. И он... Бедный! Думал, что... Да? Ребята со съемок мне звонят, говорят, Инн, ты где сейчас? Я говорю, да вот, отмечаюсь с компанией. Слушай, давай, короче, бросай свою компанию, приезжай к нам в Стригино. Нас тут много, нас тут весело вообще, все здорово. Ладно. Есть психонеколог. Я бросила и поехала. Села в метро и уехала. А он что? И все, и с тех пор я его больше не встречала. Не встречала? Да. Он даже мне больше не звонил, видимо, сам понял. Ну, ты сейчас смотрит программу наша. Да, дорогая. Ну, правильно пришла на программу. Уже такой опыт, целый год в Москве. Да. А Инна у нас квартиру в центре снимает, правда? Да. Я приехала. Потому что вы, наверное, так хорошо зарабатываете-то. Ну, старались. А где ей жить-то? В Химках? Киевская. А? Ты еще и глухая что-то стала, Рося. Прям даже как ты это знаешь. Да, ай! И какова? То есть, буквально после новогодних праздников мне захотелось жить в центре. Ну, кстати, у Киевского пивнушки лучше, дороже там. Да? Да. Слушай, ты просто как ресторанный гид у нас. Ой, девочки, что в моей работе приходится? Уж лучше молчите, не спрашивайте. Хорошо. А вот давайте про ту, которая была, которая все раз у вас на дружбу разводила. Да, ну, просто ухаживала за девушкой с моего города еще, когда я жил в городе Норильске. Предложил довезти ее до дома. Она согласилась дальше, познакомились. Ну, дальше я просто попытался ухаживать за ней. На что она мне сказала, пока будем дружить. Ну, и все. И вот в один раз так, дружили, дружили, додружили ее до подъезда. И уехали домой. Не успели доехать уже смс-ка. Ты должен меня обнять. Нет, там была ситуация такая. Мы сидели в машине ночью, у меня грузовик, у меня там две машины были. Одна рабочая, другая легковая, грузовая. Мы сидели часа ночи, у нас минус 40 постоянно, мы холодно, замерзли. Сидели, просто общались, как она мне сказала, не нарушай грань дружбы и отношений. Пока я там не хочу с тобой встречаться. Сколько вам лет? Ей сколько было лет? Ей мне было тогда 24, ей 23. Только она же пожилая девушка была. Ну, почему пожилая? Нормальная девушка была. А что тогда высиживала она ночью в грузовике? Какого она высиживала? И прошла бы к Сереге домой? Даже не погрелась. Я нравился ей, знаю, и она мне нравилась. Ну, хорошо. Сказал, не нарушай. Вы там сидели? Я все, я такой человек. Уже кошмарок, ну, короче, за потери уже у вас там все. Да? Ну, у нас такое часто было. Мы сидели, общались. И когда вы уже думали, что у вас сейчас голова взорвется, вы ее проводили домой? Нет, все, ей там надо было на учебу, я ее проводил, а мне после поехал на работу. Потом мне пришла смс, говорит, мол, тебе нужно было меня обнять. Я приезжаю к ней сразу домой. Ну, чтобы пообниматься. Ну, да, говорю, все, давай обниматься. А она говорит, да нет, уже поздно. Я говорю, ну, извините, я не знаю, что тогда делать. Зачем тогда нужно было это писать? Ну, просто девушка вот такая вот попалась. И вы не сделали вы, что у девушек у всех это? Я сделал вы, что у девушки есть у каждой своей. Если она говорит нет, это значит да. Голубоглазый. Улыбка красивая. Открытый. Открытый. Уже таких сейчас не делают. В Москве так точно. В Москве так переделывают. Послушай, пожалуйста, Ина. Взрослые женщины тебе говорят. За взрослых женщин сейчас вы как треснуто, как у башки, у еж на горшке. А вас не смущает, а ничего в выне? Нет, ничего. Все нравится? Все нравится. Красивая, симпатичная девушка. А вот если, допустим, у вас сегодня все сложится, а завтра свидание, куда поведете? На Красную площадь. Очень приятно. Покажите, что за книжка. А, Амар Хаям. Знаете, кто это? Амар Хаям. Ну, слышали когда-нибудь? Создание каждый миг. Если честно, не буду врать, но... Даже не слышали, даже не на слуху. Что-то... Да, слышала. Слышала, слышала, но я не читала его. Давайте лучше посмотрим на вас пока. Владислав, а вы откуда в Москву приехали? Из Белгородской области. Вы гордитесь своим интеллектом. Вот чтобы не ходить огородом, я знаю, что у вас даже есть тестовые вопросы, да? А, ну да. Чтобы проверить интеллект девушки. А что, для меня очень важен интеллект на первом месте. Поэтому вот у вас есть возможность сейчас протестировать Инну. Вот, Стина, скажите, пожалуйста, вот вы литературу вообще хорошо знаете? Да. А скажите, а вот, например, знаете, кто написал лавовые вопросы? Ой. Следующий вопрос, да. Хорошо. Шерлок Холмс, это вы думаете персонаж или реальный? Реальный? Да. Следующий вопрос. Я школу давно окончила, я не помню. Хорошо, предположим, у лукоморья дуб зеленый. Это стихотворение отдельное или оно из какого-то произведения? Отдельное? Да. А можно вас? Вы прямо вот не в попадке. Столица Венесуэлы? Нет, ну это уже география. Ну какая разница? А что, вы только в одном, в литературе? Каракас. Еще какой вопрос вам? А процитируйте что-нибудь из Омара Хаяма? Ну, я, честно говоря, так его читал больше, как именно хобби-влечение по философским кинокнигам. То есть там по... А любимый философ? Любимый философ? Привет. А знаешь, мне какой нравится Омара Хаям? Ну, по своим словам я могу там немножко ошибаться. Кто нам завидует, тот хуже нас. А кто лучше нас, тем не до нас. Посмотрите, Инна не прошла ваш тест на интеллект. Вас не остановит? Ну, это ведь тест, это так, по большому счету. Да и потом, опять же, каждый человек развивается. Потом я думаю, что она может задать мне те же самые вопросы, только уже по музыке, ближе к ее. Я на них тоже не отвечу. А задайте. Про Полонасагинского кто написал? Если ошибаюсь, Полонасагинский. Вот видите, а некоторые не знают. А есть такой продукт, состоящий из музыкальных нот? Что это? Ну, музыкальный нот, продукт. Продукт. Ну, ответьте сами. Это фасоль. Фасоль. Ребят, мы сейчас как до мышей договоримся. Давай, что ты расскажешь, что лучше все. Училище закончил первое, сейчас учатся там высшее. А вот, кстати, у Инны тоже музыкальное училище. Вот вы бы взялись ее продюсировать? Нет. Почему? Первая задача, что я всегда говорил, да, я никогда не беру москвичей и москвичек. Ну, во-первых, Инна не москвич, а из Пенза. Ну, уже год в Москве, да, она говорит... Уже в Москве? Я услышал еще то, что она говорит, Инна говорит, я ради любимого, да, готова бросить свой любимый город, о котором я мечтала, и свои любимые занятия. Здесь я очень сильно влюблюсь, и это будет взаимно, и я пойму, что это действительно тот человек, которого я ждала достаточно долгое время. Вот именно поэтому я бы ее не взял, вот. Они работают там, занимаются. А почему вам туда не поехать-то? Или вы тут деньги зарабатываете, а они как швейцарский банк там собирают? Абсолютно верно, да. Зарабатываю и им отправляю. Тогда невесту надо московскую и богатую. А зачем? Он не хочет москвичек, он не любит москвичей. Зачем? Если я могу сам заработать, зачем мне... Вообще, как это ужасно, что в Москву приезжают люди, которые тихо внутри ненавидят москвичей, московские уклады, рассматривают место из самих москвичей только как возможность заработка. Да, потому что третий человек, который приходит, говорит, только не москвичей, только не москвичей. Ой, да мы тоже не очень-то разбежались. Ответная любовь? Да. Не разбежались делиться любовью своей? Делиться квартирами нашими, прописками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!